Ну? Это у меня залагало? Блин, я на паузу, походу, поставил. В общем-то, всем привет, мои многоуважаемые зрители, с вами Бодя. Я напоминаю то, что есть второй игровой канал, у нас первая ссылка в описании, на котором сегодня уже вышли два новых ролика. Поэтому, если вы не смотрели, то заходите. Два ролика я выкладываю ежедневно, первая ссылка в описании на второй наш канал. Это в 15.30 по Москве и в 16.30 по Москве. На втором канале выходят ежедневно ролики. 15.30 и 16.30. Короче, съездил в универс, записал разговор на диктофон. Я немножко не понял, сразу ставлю лайк, ладно. И вы меня просили посмотреть и говорили, что он съездил к ректору. И начали говорить, что ты будешь ржать. Я надеюсь, что я буду ржать. Хорошо, погнали. Здрасте, можно? Здрасте, а я вот с коньячком. С коньячком. Привет. Добро пожаловать, наверное, на самое долгожданное видео на этом канале. Ну да. По сути, канал Моргенштерн и начался с той самой истории, когда меня исключили из университета. На том ролике уже более 10 миллионов просмотров. Прошло 3 года, 3 года. Но до сих пор, под каждым моим видео, под каждым моим клипом, неизменно лидирует один комментарий. Едь к ректору. Едь в свой универ. Покажи ректору, чего ты добился. Докажи, что он не прав. В общем, самые разные варианты одного единственного комментария. Встреться со своим ректором. И, честно говоря, я вообще не горел желанием этого делать, но вы, господа... Ну это на самом деле очень интересно. Получается, он реально поедет же сейчас. Меня. Так что считайте это своей победой. Не зря писали все эти комментарии. Сегодня эта история наконец-то завершится. Окей. Это реально интересно. Нет, ну вы прикиньте, да? Сколько? Когда он в последний раз был-то? Где-то... Года так два назад, да, наверное? Два, 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 да. Вы представьте, два года назад он оттуда ушел. И возвратится уже, грубо говоря, миллионером. Я очень хочу попросить... Да не грубо говоря, наверное, реально миллионером, если он в месяц сделает. Миллионов двадцать. Ну, миллионов десять точно. Снимает хату за восемьсот тысяч. Я не считаю, что человек не миллионер. Мне кажется, миллионер. Просить вас, пожалуйста, не перематывайте это видео. Смотрите целиком, потому что... Ребят, вы тоже не перематываете ролик. А самое главное, подписывайтесь на наш второй ютуб-канал. Там выходят игры ежедневно. И на сто тысяч я буду добавлять туда хоррор-игры. Поэтому с вас я попрошу только подписочку. Первая ссылка в описании на наш игровой канал. И в закрепленном комментарии. Прошу, подписывайтесь. Вы не пожалеете, там полная ржака. Погнали. Сегодня уже два новых ролика вышло. Бегом смотреть. Вектором я представлял себе так. Типа, я залетаю в кабинет на понтах. И на мне дорогая одежка, бутылка дорогущего коньяка, ювелирки, пять мультов. Да, я такой, ну чё, кто тут базарил? Ну, вы знаете, да, вот этот Моргенштерн. Раскидают там всё по факту и все охуеют. Но произошло всё немножко иначе. И, ну, так сказал уже я. В смысле? А как? Каким образом? Моргенштерн, объясни. И поэтому... Говорит, офигел он. Прежде чем вы услышите разговор, я хочу сказать вам парочку очень важных вещей, которые вам нужно будет запомнить и держать в своей голове, да, когда вы будете наш разговор слушать. И ещё мне хочется донести до вас всего одну, но главную мысль этой... Интересно, что у них за разговор-то? Большой трёхлетней историей. С коньяком, с коньяком идёт. Я знаю, что меня смотрит очень много детишек, ну, как многих любят называть тупых школьников. И не зря это видео выходит именно 1 сентября, хотя снял я его... Когда ещё? Ещё месяц назад или больше. Серьёзно? Во-первых, я должен... Это получается в июле. Я должен признать, что администрация университета поступила абсолютно правильно, что тогда меня выгнало. Как бы я ни... Три года назад, да, сейчас я понимаю, что сделал полную. Напомню. Ну, кстати говоря, есть такое, наверное. Я тогда проходил практику в гимназии, подошёл к школьнице и предложил ей третий, и всё это ещё на камеру. А-а-а-а! И совершенно не имеет значения то, что это моя знакомая, то, что ей 18 лет. Это полная... Ну... Я прохожу практику, я будущий педагог, я представляю свой университет и, по сути, школьницы, и ещё снимаю это на камеру. И я хотел начать разговор с ректором с извинений, потому что сейчас я понимаю, что да, я сделал полную. Это... Ну... Знаете, что я могу сказать? Вывод. Да нет, ну вообще правильно, ну типа чувак при... Он собирался стать преподавателем в педагогическом там универе, правильно? Вот. В университете. И он подходит к девушке и такие вещи предлагает. Ну правильно, он осознал. Это раз. Это первое, то, что, пожалуйста, держите у себя в башке. А, во-вторых, тут уже поинтереснее, это то, за что я хотел до них... Ммм, интересно, ну-ка. Называли моё творчество дерьмом. Ну вы, конечно, сейчас и так это пол... У интернета это говорит. Но всё же. И моё любимое, которое я, наверное, навсегда запомню, это то, что ты со своим творчеством, с матами никогда никем не станешь и не соберёшь даже тысячного зала. Тут я хотел уже включить режим быдло. Прямо типа... Хм. Ты помнишь, что ты базарил? Мм? Я до сих пор пою обо всём, что вы презираете, да? У меня и маты, и проститутки в песнях. Но я самый главный артист в России почему-то. Тысячные залы. Дядя, у меня солд-ауты по всей стране. Ну... Вообще он прав. Он прав. Он реально самый популярный сейчас в России исполнитель. У него очень много... У него легендарная пыль собрала, ну вы видели, сколько прослушиваний. Который он записал в прямом эфире, к тому же ещё и с плагиатил. И все треки, которые он сплагиатил, они ещё и залетели на такие просмотры. Он гений. Я в Москве на сольном концерте на 6 тысяч человек выехал на сцену на своём белом мерседесе. Вот это реально круто. Да, я Моргенштерр. Ну, не так, конечно, грубо. Я всё-таки соблюдаю какую-то там субординацию. И вот это... Второе, что держите у себя в башке. То есть я хотел извиниться, признать, что да, сделал. Но и вы, господа, были абсолютно неправы. Типа, почему вы меня оскорбляли, унижали, говорили, что у меня не получится. Да не, а мне казалось, что у него всё получится. Вот, пожалуйста, дебил. Вот я построил себе такой план разговора. Мы уже доехали до Уфы. Осталось только взять коньячка, как мы договаривались. И коньячок я взял особенный. И это сейчас будет не реклама, это будет, ну, небольшая история жизни, что ли. Вы наверняка знаете, что свою молодость, да, своё юношество я провёл в запоях на улицах Уфы. И мы всегда с ребятами скидывались на самую дешёвую... Это у меня уведомление, не у вас. ...водку, самое дешёвое вино в пакет. И почти всё время покупали мы это в одном магазине, в центре Уфы. И там, в этом магазине, на верхней полке, стояла золотая бутылка коньяка за 100 тысяч. Ох, мать. И всегда мы на неё смотрели и говорили, что однажды мы поднимемся, купим эту бутылку за 100 тысяч. И отметим наши великие дела. Ну, и я подумал, что видимо, это и есть то самое великое дело. Мне хочется посмотреть реакцию людей. Видимо, это и есть... Заулыбались? ...то самое великое дело. За 100 тысяч! За 100 до меня сейчас только доходит! За 100 косарей! Ты чё? Моргенштерн! Моргенштерн! Обосраться! За 100 тысяч рублей! Тебе деньги некуда... Да, ему некуда девать деньги, я забыл. Ну, это бред какой-то! Да невозможно! За 100 косарей! За 100 тысяч, мамочки! У меня сейчас башки не... Какие 100 тысяч? За 100 косарей! Реально, он... Вообще... Погодите! Ладно. Да это реально стука! Ну, сначала дай мне ровно 15 секунд. Время пошло. После того, как ты досмотришь это видео, в описании тебя будет ждать ссылка на мощнейший выпуск на канале Валера Чукова. Там мы со Славиком впервые в жизни на своих мерсах по-настоящему гоночному треку. А также рассказали про все свои доходы. Любимая тема ректора, ебать. Так что... Ну, все. Ссылочка в описании, не забудь. Погнали. Ах, да. Чуть не забыл. Еще одна маленькая деталька. Диктофон. Как старые, добрые. Чуть не забыл. Это шутка? Или это... Че? А также рассказали про все свои доходы. Еще одна маленькая... Мы против кринжа, который разлагает мозг молодых ребят, учившихся в школе. Нет успеха без усилий и труда. Нет нормальной жизни без полноценного образования. Мы не против наушкового рэпа. Мы не против свободы творчества. Мы против безответственного отношения к своим словам. По поводу Магенштерна. Твоя аудитория не звучит такого обращения. В твоих словах нет смысла, как в твоих текстах. Ты заигрался, Матур и Павру. Тебе не место в этой индустрии. Вот это угодно. Розыгрыш легендарного Мерина в инстаграме. Ну и че? Переход что ли такой долгий? Ну? Это у меня залагало? Блин, я на паузу, походу, поставил. Все, идет. Да, только пошло. Что, прости? Где? Это у меня какие-то лаги, да, походу? Ты заигрался, Матур и Павру. А почему не черный экран? Магенштерн, ты же вроде всегда черный вставлял. Не в его духе. Ну, какое-то разнообразие хотя бы. Так. Че я скажу? Я сейчас в шоке с того, что Магенштерн 100 тысяч. За 100 ксарей купил коньяк. И он еще разбил его. Это че, шутка какая-то или нет? Я не понимаю. Какие? Ой. Ладно. Ребят, я единственное, что от вас попрошу, это подписаться на наш второй туб-канал, если вам понравился ролик. Если вам нравится, как я играю в игры, я, скорее всего, скоро добавлю туда Fortnite, будем играть. Вот. То подписывайтесь, а на 100 ксов там будут выходить хоррор-игры. Вы будете ржать с меня конкретно, я отвечаю. Первая ссылка в описании на второй канал. С вас лайк, комментарий, подписка. Я не знаю, что... Ютуберы раньше пару секунд черного экрана в конце добавляют, чтобы видео до 7 минут добить. Алишер по сосе. Да ему насрать, ему вот эти деньги с монетизацией после 8 минут нафиг не нужны. Он просто по приколу поставил, походу, этот черный экран. Ой, белый, извиняюсь. Не, я не понимаю, зачем он это сделал. Наверное, чтобы вышло в рекомендации быстрее, да? Хотя, Ютуб выводит в рекомендации после 10 минут. Он мог бы до 10 минут докинуть экран. Не знаю, почему до 13 сделал. Не знаю, ладно. Короче, с вас лайк, комментарий, подписка на канал. И до новых роликов. Всем пока.